Я приехал в хутор и полчаса ждал сумасшедшие порывы ветра, которые не дают снимать. Вот коротенькое затишье. И мы с вами на моем участке. Что может интересовать в это время? Сброшен лист или не сброшен? Колновидки те и до весны могут вот такими быть. Я никогда не удивляюсь. Я перестал их заготавливать черенки из-за как раз не сброшенного листья. Вот видите, для меня главное, что первое дерево должно полностью сбросить лист. Вот яблоня-груша я называю. Почему я так называю, до сих пор не знаю, яблоня это или груша. Пока не заплодоносит. Вот видите, лист только на верхушках остался. Вот это вот гамор. Полностью сбросил лист. Но на нем, как видите, нет приростов. Я не стал его... Есть специальная обрезка. Ради прироста фотографию покажу. Вот. Но вторичные, самое ценное, это я говорю для всей страны, самое ценное приросты, это когда за приростом последнего года следует прирост следующего года. А не резервные почки, которые вылазят, просыпаются и дают ветки, а ветки, как бы задним числом, после сильнейшей обрезки, вот они как раз уже полноценными не являются. А я еще раз говорю, хотите иметь такой сад, какой вы видите, да? Ну, что я вам скажу. Надо все следовать в жестких рамках. Вот некоторые говорят, ну я вот так не делал, но у меня тоже есть деревья. Ну давайте подождем 10-20-30 лет, чьи деревья останутся, чьи деревья к тому времени помрут. Вот. Видите, что снега нет, да? Видите, что лист не сбросили груши. Вот. Видите, что... Ну, уже начали сбрасывать. А меня все долбят и долбят. Ну, когда же это самое, вы начнете высылать черенки? Вот. Абрикос бросил лист. Но уже можно резать. Халтура. Ждем мороза. Мороза больше 10-ти еще не было. Рано. Деревья не спят. Вы видите траву зеленую. Даже вот эта трава. Пусть уже почва замерзла. Вот. Но даже трава еще зеленая. Рано резать черенки. Рано. Вот они черенки. Вот это вот Академик. Вот. О-о-о. Я уже заговариваться начал. Это был Академик, теперь это Курдюма. Ну, посмотрите, какие приросты его ждут, друзья мои. Вот. Тяжко ему приходится. Тяжко. Смотрите. Видите? Но ведь на большей части России намного меньше мороза, чем у меня. Вот. Я не знаю, как это сделать. Как это сделать. Ну, вы уже наверняка... А вот видите, кстати, вот эти ветки обломаны. Это вот урожай такой был. Такой, что ветки не выдержали. Ну, у меня... Да нет, не буду я специально этим заниматься. На сайте найдете таблицы средних температур зимних. Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Саяногорск и даже в майне, которые рядом. Вот. Поэтому вы узнаете, что... Что климат у нас настоящий, сибирский у меня. И что получается, если здесь, пусть на пределе, но абрикосы... Ну, как бы предел выживания, но они выживают. Они залечивают раны. Видите? Я еще говорю. Никогда не скрывая то, что есть. Посмотрите. Но плодоносит из года в год. И залечивает, и плодоносит, и залечивает, и плодоносит. Я уже в двух фильмах показывал вам. Показать еще раз. Ну, например, тут же, не выбирая. Видите? Это 100% залеченная рана, друзья мои. 100%! То есть, когда вот эта вот шелуха, вот она упадет, вот, 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 упадет, вы увидите там совершенно живое нормальное дерево. Вот прямо как феникс из пепла восстанавливается. Вот эти чудеса и спасают нас. наше садоводство, что я никогда его не лечил. Вот здесь вот. Неудобно третий раз говорить. Потом увидите, что, о чудо! Восстановление будет полное, полное! Так. Кстати, интересно, знаете, вот сейчас я обратил внимание. Видите, вот этот нарост? Это на... Там у меня манчжурец. Вот это вот королевский абрикос. А вот на королевском, вот она скелетная прививка. А вот это уже черный абрикос. Он, скорее, наполнен абрикос, наполнен лыча. И вот интересно, да? Смотрите, какой прирост, как боролся этот королевский абрикос. Но сбросить его не смог. Агрессор, а черный. Вот. Что еще интересного можно увидеть пока? Там на верхушках, слышите, гул? Это... Там в городе, во всей окрестностях, там страшный ветер. Здесь такого ветра страшного нет. Объяснение простое. Здесь, смотря какой ветер. Вот когда он поперек гор дует, здесь, слава богу, нормально. Но еще полчаса назад я не мог не то что съемки делать, а здесь несло страшное количество листьев сброшенных. Вот. Ну, для чего мы здесь? Здесь, получается, вон там метрах 200 есей. Вон там горы. Вот. И я считаю, что здесь микроклимат. Он от чего зависит. Да, здесь Сибирь. Да, здесь нет такого мягкого климата, как черный. Но все-таки относительно. Видите, я даже съемки провожу. Все-таки кругом бушует ураган. А здесь затишье. Правда, может ветер повернуть так, что здесь все сносить будет. Но довольно редко. А что это я вижу? Вот. Последний момент перед зимой Сергей Валерьевич в тайге нарезал вот такие вот, видите. Ох, надежная вещь, я вам скажу. Вот так простоит всю зиму, да, даже без снега. И не замерзнет. Это Сибирка знаменитая. Вот. А кто ее сделал знаменитой? Правильно. Вот. Вначале Мечужин сказал, что на ней нельзя ничего выращивать. И потом уже и я, и его, так сказать, последователь. Не последователь, а не последователь. Так как утверждаю, что лучшего подвоя нет для... Она прямо с тайги. Вот. Лучшего подвоя нету на планете. Самые морозостойкие. Благодаря этому у нас яблони продаются на рынках в огромном количестве. Я еще бы вам хотел показать много интересного. Дело в том, что мы с вами почти разобрали одно письмо, да. Нам осталось проехать и показать, что в степи тоже могут расти деревья на ветру. Достаточно их закрыть тем же домами. Когда появляется массив, меняется и климат. Так. Но у меня еще одно письмо, но, наверное, сегодня уже не успею. Товарищ из Казахстана просит научить его быстро-быстро создать питомник. Он... При этом он опыта не имеет. Ничего не имеет, кроме... Ну, скажем так, стандартного среднего сада. И вот я его должен научить. Вот мы ходим по питомнику. Железово Сергея, да. Вот он кочующий. Помните мои эти самые... Я, к сожалению, сегодня уже не смогу. Ветер не даст нормально разговаривать. Вот этим вот еще не исполнилось два года абрикосом. Видите? Кстати, я вам показывал фильм. Когда им было год и четыре месяца, на них висели плоды. Я Сергея демонстрировал в одном из фильмов. Помните, да? Вот этим исполнилось... Весной будет, следующей весной два года, вот этим яблоням. Вот этим яблоням, вот этим яблоням. Рассказываю, как это... Представляете, вот этот абрикос... Вы скажете, сколько ему времени? Ему тоже. Весной исполнилось два года. Мощнейший рост. Удивительное дело. Мы еще вернемся к теме гепатогенных жён. Он в горшке, вот в таком горшке сидит. Не верите? Не верите, да? Он сидит в горшке. Здесь все сидит в горшках. Как бы продемонстрировать-то. Ага, видели, да? Вот он сидит в горшке. Но это ладно в горшке. Тебе-то без горшков. Вот, видите? И что получается? Это маточный рост. Сейчас сад, питомник будет вытеснен. Еще есть. Там, где не сильно мешает. Но он уже начинает вытеснен.